Всем привет! С вами Кэти Лакс и сегодня мы рисуем наклейки вкусняшки с милыми животными. Я делаю набросок карандашом и если что-то не так, всегда можно поправить и стереть. Первая наклейка у меня будет милый мышонок, держащий в руках конфету. Конфета практически ростом с мышонка. Я сделала набросок конфеты и затем уже добавляю мордашку мышонка. У меня немножко не хватило места, поэтому мне пришлось сместить головку немножко правее. Снизу добавляем лапки мышонка. Добавляем мордашку, мне захотелось сделать ему совсем маленький носик и практически такого же размера глазки. И не забываем добавить маленький хвостик, потому что с хвостиком мышонок выглядят более натурально. Обвожу наклейку мышонка линером. Начинаю раскрашивать. Для мышонка я выбрала светлый серо-коричневый цвет, очень похожий на мышиной. Местами добавляю тень. Кстати, если у вас нет такого цвета, можно выбрать и светло-голубой, или какой-то нежно-фиолетовый. Мышонок будет смотреться очень мило. Делаю набросок следующей наклейки. Это будет рожок мороженого, в котором у нас спрятался котенок. Вместо одного шарика мороженого добавляем голову кота. Прорисовываем котику мордашку. Дорисовываем ушки, глазки, носик. Мне захотелось немножко сгладить мордашку, чтобы она выглядела более милой, поэтому я добавляю небольшие реснички. И на заднем фоне за этим котиком я рисую несколько шариков мороженого. Сверху шарики мороженого, покрытые шоколадом или глазурью. Обвожу это наклейку линером. И начинаю раскрашивать. Мне хочется сделать эту наклеечку нежной, поэтому я выбрала светлые пастельные цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Котика я решила оставить светленьким, а глазурь, которой полито мороженое, я решила выполнить в виде шоколада. Для того, чтобы шоколад выглядел более реалистично, необходимо добавить блики. Вот такая вот милая наклейка. Следующая наклейка будет очень необычная, потому что это будет большой срез апельсина. Вы можете нарисовать лимон или лайм, как вам больше захочется. И в лапках его держит енот. Я не уверена, что этот зверек любит цитрусовые, но мне захотелось нарисовать именно так. Добавляем улыбочку и носик. На мордочке, где у нас расположены глазки, делаем наброски пятен. Добавляем лапки, которые держат фрукт. Дорисовываем ушки и всем известный полосатый хвостик енота. Рисунок обводим линером. Стираем карандаш и начинаем раскрашивать наклейку. Для енота не обязательно использовать серый цвет, можно выбрать какой-то голубой или синеватый. Я так и не определилась, что у меня лимон, апельсин или лайм, поэтому у меня будет оранжевая мякоть и зеленая корочка. Посмотрите, какие классные наклейки, они отлично поднимут настроение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...